добрый день еще раз я пришла к вам на матрас девочки спасибо за комментарии да они прям прям лугнули очень приятно вас читать прям когда видишь обратную связь но все же знаете вот у меня совсем прям настроение уже другое прям мотивируете хочется записывать видео до общаться с вами а когда нету комментариев знаете девчонки вот честно планка падает и настроение уже не туда не сюда давайте будем друг друга мотивировать я буду мотивировать вас на комментарии а вы будете меня быть мотивировать на видео пишите там надо будет поработать над тем как их соединить ну знаешь милая моя лена хочу их соединять дурное дело не хитрое конечно не так все просто взять и под спас и на матраса да их тут соединишь но главное один раз их вот так вот оставить наедине вдвоем я думаю ее пригласить к себе выходной день например убраться у меня в квартире до самой уйти чтобы не быть крайней понимаете первое воссоединение будет до пригласить ее а значит она придет в субботу или воскресенье как раз умрет дома я скажу чтобы он предложил ли там чай кофе туда-сюда вот она поможет мне в уборке до были протрет пол помоет естественная я оплачу девочки еще вот и может быть у них ляжет друг на друга глаз то понимаете это первое соединение потом на другую неделю приглашу на выходные да потом мне на третий раз приглашу и скажу как тебе этот заячка мой давай скажу будем дружить семьями я буду скажу какая вашей старшей сестренкой а вы мои будете младшенькие братцы с тренкой ну вот и все и соединение будет я думаю от такого мужчины она не откажется молодой темпераментный красивый безумно богатый рукастый я думаю что не будет проблем с этим вот а завидовать мне было бы чему я вас умоляю буду я завидовать короче дело к ночи девочки съездил я в зубной ладно будет видно все это мне значит что-то он сюда залил вот в эти вот нескольких этих местах раз-два-три-четыре-пять этот передние только до что-то там капнул там сначала прям так же знаете так что-то жгло чуть-чуть да там что-то намазал мазал какими-то тоненькими кисточками там внизу туда что-то заправил в лечение видимо такой девочки первый раз у меня такая штука раньше никогда он не так не делал а и короче полосочки сейчас они рассосались он там сверху полосочки и сказал чтобы я завтра приехала на прием это к 3 прием я всегда как бы мне ну а делала чистку зубов до в два захода вот по моему как-то последний раз я второй заход даже не поехал времени было сейчас я обязательно свечу почему он не я не стала спрашивать даже очень хорошо но значит он посчитал так нужен что надо их пролечить да он врач уже виднее с которым я вчера ругалась девочки мне прямо его жаль он такой знаете на лицо очень симпатичный молодой человек такой но очень полный примут но видимо болеет он там видимо и генетически да вот у него ну килограмм девочки 150 точно есть он если блять не 200 он очень полный очень это конечно же последней степени ожирения до таких годы ему тяжело он весил знаете он пришел во вторую смену я подъехал я уже сидела он меня пригласил на 2 и узнаете у него он прям шел с водой он ведется с правим этим dance в руках и заходит в кабинет и с него прям текет под тяжело ему да все равно сердечник это по-любому это даже даже имею вот честно просто по-человечески его жалко и видимо да вот с детства просто лежит такие вот ну я говорю это генетические да продает передаются через гены вот с детства когда вот такие вот дети им тоже вот они такие полные вырастают и как бы увидите как сахарный диабет наверное есть а может быть и нету может быть если генетический такой человек полный да у него не может быть и не быть сахарного диабета кстати да не у всех бывает сахарный диабет, вот если человек с детства, такой с рождения, да, полненький, там, значит, сформировается так, видимо, в организме все вот эта пищеварительная система, что как бы она уже, ну, простыми словами сказать, работает так. Вот. Завтра он меня пригласил, завтра я опять поеду, девочки. Ну что, сегодня, завтра я с Ларисой Джаночкой нянчусь, да? Ну, куда деваться? Мама от нее, короче, вообще не хочет ходить, прям не хочет. Вчера у них собачка очень старая, да, я вам рассказывала, ей уже сколько, 15 лет, у нее стали отказывать ножки. Да, она и так трясется, но старенькая, слепая, глухая, старенькая девочки. Вот, он кормит ее хорошим кормом, итальянским, по 10 килограмм там мешки, короче, ну хорошо, да, вот так вот все вроде бы следит. Она и пережила и рак, и все, да. И что я хочу сказать? Он ее вчера возил в больницу, целый день раздавали анализы, он ее возит в этот ветеринарку в Чебоксары в одном месте, и всегда у нее один и тот же Громер в Чебоксарах. Хороший, Сашка, вообще молодец. Блин, такой мужик вообще, девочки, ну, флядь, я не знаю, как к нему подходить. Я как-то стесняюсь. Я девушка стесняюсь, но я не тронусь и чужими руками, и целована, и вообще ни в одно место еще. Да. Только все в мечтах. Все в мечтах. И вот. И, короче, он попросил, короче, тещу, да, посидеть. Ну, и так я поняла из разговоров по телефону с Ларисой, что, короче, но она отказывается, она ругается. Я потом Ларисе спросила, она говорит, конечно, была недовольная. Вот родная мать. Да, тяжело, ну, с Ларисой тяжело, очень тяжело. Я ей сегодня все разжевала. Я говорю, ты видишь, ты маму даже, говорю, уже заманала ей 70 лет, да. Я говорю, ну, всех-то задолбала, говорю. Я болею. Она вот, знаете, говорит, я болею, я больной человек. Я говорю, Ларис, ты же осознательна-то все. Я говорю, я понимаю, ты болеешь. Ну, ты же осознаешь. Я говорю, понимаешь, есть такие люди, да, Тоже с травмами головы Которые у них не работает сознание Или приобретенные заболевания Какое-то головное Они не виноваты в этом Но ты же осознаешься Она училась хорошо в школе У нее образование У нее голова поврежденная И операция была У нее работают мозги Она четко и ясно отвечает на вопросы У нее речь плохо разговаривает Но разговаривает Она осознательно все понимает Я говорю, ну ты же понимаешь это все Ты же не дура, говорю, Лариса И все, это бесполезно Она прослушала 10 минут меня Это все бесполезно Что дерево скажи, что ей скажи Это все бесполезно Работать-то надо пока Я не знаю, девочки Что менять Нахер менять, только время терять Меня график устраивает Но сейчас у меня еще работа нашлась Сейчас я буду работать Еще завтра пойду к другой уже бабушке Там, она ходячая На трое суток Мы хотели с той бабушкой работать Я хотела от Ларису идти работать А трое через трое Я рассказывала про нее вам Которую меня ждут Но сейчас, девочки, так получается Что я не могу ее оставить Ларису Вот я могу и все Понимаете Уже с декабря месяца Уже столько времени Да Но несерьезно Несерьезно просто взять человека Да Сашку даже мне жалко Просто понимаете Не то, что да нет Там никаких там вот интересов нету Ничего личного Я вам честно говорю Просто жалко человека Ну кто, вот кто придет Были у них сиделки И все бегут как этот Черт от Ладана Понимаете Вот кто придет вообще, а Не знаю И как бы я теперь хочу работать Я не знаю Еще не разговаривала С сыночком Там, с дочкой, с дочкой Бабули, да Ну, было бы гривно через три Через три Через три Через три Но сейчас видите Они говорят Какую тебе то ли графику удобно Так и будем работать Хочешь, говорит, недели мы работаем Недели через неделю Хочешь вообще месяц живее Говорит, если хочешь Говорит бабушка Да пожалуйста Хочешь два живее Вот Предоплату прям вот Все, даем Все, все, да Девочки, да хоть каждый день живет там Понимаете И условия И своя отдельная комната С балконом И все такое Курить там можно на балконе Ну все Ну прям вот все, да Понимаете Ну, бабули с характером Ну, а кто без характера А вот как бы И бабушка-то ходячая Там, понимаете Там Все такое В сознании И без деменции Ну вот Ларису Ларису Поступать Вот, но Сейчас, если я с бабушкой сработаюсь Как бы Если их устроит Мой играйчик Давай здесь Три там И два-три дня дома Да То я буду так работать У меня же собаки Вот Не могу я Не могу Я человек очень ответственный Вот Тяжело Вот я уже, знаете Вот я вам не жалуюсь Я просто вот с вами Разговариваю Да Общаюсь Вы не поймите Чтобы я что-то жаловалась Нет Я вам рассказываю Как все это дело Постоит И Все смотрю Знаете На Со своей точки зрения Трезво Да Все, понимаете Все это я прикидываю Ну что Как Как он будет Тоже Сейчас начнется У них дача Сейчас у них У матери тоже дача Мать у нас сюда не приедет У матери любовник есть Да У нее дача Туда-сюда У нее там Любовь, морковь И все такое У нее своя жизнь Полноценная Вы понимаете Она женщина такая современная Городская Я ей вообще не даю Ничего Ну вот что И что И что И все И конец А у него еще и работа И что делать, скажите А если я уйду Я как-никак Стабильно прихожу Всегда Да Вот только два раза пропустила Вот когда вот Заболела перед операцией Да пропускала И зимой Когда автобус у нас не ходили Все И они уже как бы И привыкли Да И мне тяжело Но все равно Знаете Как бы я прогибаюсь Да Ну куда деваться Я даже не знаю Ну что вы мне напишете Я не знаю Что мне делать Конечно Человек ищет Где лучше Рыба Где глубже Да Можно было бы работать Только с той бабушкой И в вуз не дуя Оплата практически Та же самая Ну как та же самая Там суточная А здесь мне в день выходит Одна и та же зарплата Здесь я по часам работаю Ну а там Ночь Бабушке Там может быть Один-два раза встать Надо будет попить Там что-то помочь И все За ночь Все фигня Ну готовить надо Да Тут не надо готовить Вот В принципе Не знаю Девочки Я не знаю Блин Не знаю На кого я буду Ларису оставлять Блять Ну нету людей Вы понимаете Постоянства нет В людях Сейчас Все боятся Трудностей Все боятся Чего-то Понимаете Ну люди сейчас Такие жидконогие Все Что я могу сказать Сделать Я не оскорбляю Нет Ну на самом деле Так Это не оскорбление Это констатирую факты Ну жидконогие Такие знаете Равнодушные Ко всему Тут надо И им помочь И как бы Да Не обидеть Да И сама Вроде бы Да Работаю уже Привыкла Че менять Че менять Не знаю Сейчас Завтра поеду На новом месте Посмотрю Что как там Я не знаю Сейчас Это надо тоже Обговаривать Конечно Сашей Наверное Так тоже Не уйти И ничего не сказав Это некрасиво Это будет подло С моей стороны Если даже Решится уйти Да Вот так вот И не приехать Да Например Я думаю Что это будет подло Понимаете Хоть я им посторонний Совершенно чужой человек Хоть Ну как бы Да Вот со мной так поступали Но я не могу так поступать Я не могу так поступать Как вот например Поступают люди Надо Если я решусь уйти Надо сначала поговорить С Сашей Почему меня не устраивает Да Туда сюда Таблеток конечно же Опять Фенибу закончился Таблеток нету Блять Она орет целыми днями Ну если решу Например Что-то поменять Да Конечно же Я ему должна Как бы Ну сказать Саш Так и так Вот мне тяжело Мне на самом деле Очень тяжело Как он на это посмотрит Что он скажет На этом мне Может что-то в лечении Изменит Хотелось бы Да Чтобы какие-то Успокоительные Но блять Движухи Никакой нету Я вот прямо на распутьях Я такой человек Вы понимаете Я вот думаю О себе В последнюю очередь Вот сейчас Работаю Сегодня заработала Деньги Да в первую очередь О ком я думаю Я думаю О хвостиках своих У нас уже там Корм Ну остался Маломайский Да Пеленок уже нету Все Последние пеленки Сегодня положил Коля Все У меня душа болит Блять У меня зашла Я в светофор В надежде поискать Эту кашу Кукурузную Кашу не продают Давно Готи привозят Которую я вам показывала На зоне буду заказывать Я уже забыла Там цена Какая была Вот Ну и короче Это Увидела пеленки Девочки Я видела Как-то давно их Вот такие пеленки Натуральные целлюлезы Короче Не знаю Как они будут в деле Господи Я думаю Меня отвечают Вот такие вот Пеленки Короче Этот Размер у них 30 штук 60 на 90 Стоят эти пеленки 400 1 рубль По-моему Ну Не знаю Там я не распечатывала Качество Я беру пеленки Им По 580 Что ли На зоне Ну уже подороже Да Но мне сделали Скидку Там Сколько там За 480 Что ли Я в последний раз взяла Когда просишь Скидку Тебе там Они делают Сколько Ты не помню Я 10 или 20 Процентов Ну не знаю Я короче говоря Что-то делают Вот И пошла Потратила Сегодняшнюю зарплату Вот На это И на это Вот такой Купила Корм Девочки Я покупала Почти что Такой Для пробы Маленький пакет Вот Здесь видите Какой мешок От года До 7 лет Мне надо Еще будет Завтра Я куплю Уже Поменьше Мешочек Просто Лещенка Но Лещенка У меня Бонька Не ест Корм Понимаете Я смешиваю С этим Кормом Для взрослых Собак Вот Они не Хочут Именно Для щенка Вы знаете Какая Ест Наравне С ними И Одни Насыпь Она Не будет Ест Вот Перемешаешь Блять Я мешаю Короче И тот И тот И тот Вот Так Вот Вот Так Вот Девочки Корм С грушей С ягненком Да Рис Там И вот И взяла Короче Он сколько Выходит Он Наш По-моему Российский О Ну Продавец Сказала Я уже Брала У нее Не раз Она Говорит Хорошо Берут Выпуск 27 12 23 Года Короче 1700 Рублей Вот 1700 И взяла Килограмм Гречки Да Для себя Для любви Для себя Конечно же Для собак Рис тоже Постоянно Кормить не будешь А гречка Закончилась Или нет Еще Ильвей Пакет По-моему Нет Нет Вот И самим Надо Поесть Там В охотку И им Сварить Вот Позвонила Коля У него Деньги На телефон Не закончились Блядь Опять 800 Почему Я 800 Рублей Каждый месяц Блядь Плачу Ему На телефон Вообще Не знаю Короче Это Нужная Сейчас Позвонила Сказала Парить Сказала Ему Адрес Приед Говорю На машине С Федей Говорю Я тебе Передам Посмотрим Он Посмотрит Девочки Он Посмотрит Вы Понимаете Это Разве Нормально Почему Я Должна Переживать Я Ж Не Поеду Специально Домой Не Повезу Я Купила Да Заработала Деньги Потому Что Деньги Вообще У нас По Нулям Закончились Просто По Нулям Вот Заработала И сразу По Славу Потратила И Все Не Саша Сразу Оплачивает Я Вези Беру Предоплату Заранее Все И Вот Так Вот Короче Все И Собаки Мои Все Уже Сейчас Я Получу Деньги Я Уже Буду Эти Деньги Которые Получу Завтра Я Купил Три Пачки Сигарет Себе На 600 Кубле Около 700 Рублей А Завтра Я Буду Тратить На Лекарства Сколько Тысяч Там Не Не Знам Вот Так Вот Так И Вот Очень Приятно Честно За лайки Низкий Поклон До земли Спасибо За то Что Вы Меня Смотрите То Что Вы Остаетесь Со мной Кто Подписался Ради Бога Ступайте С Богом Кто Подписался Спасибо Тоже С Богом Ну Что Будем Затругляться Да Вроде Б Все Сказала Желаю Вам Конечно Такого Вот Мирного Ясного Неба Как Всегда От Души Солнечного Прекрасного Настроения Классной Погоды Пускай К каждому Семью Придет Такое Солнышко В окно И Пускай У вас Будет Всегда Тепло Уютно Сытно Чтобы Никто Из вас Не болел И Ваших Семьях Были Все Здоровые Так Еще Что-то Хотела Сказать Но Не В этом Видео Девочки Потому Что Времени Нет Разговаривать С вами Извините Что Так Коротко Получается Ну Вкратце Вроде Ваши Комментарии В следующем Может быть Выпуске Да Вот Не знаю Девочки Там Вайфая Нет Поэтому Загружать Не смогу Если С мобильного Телефон Как бы С мобильного Интернета Смогу Хорошо Будет Работать Значит Загружать Буду Снимать Сниму Девчонки Не скучайте Люблю Целую Обнимаю Все До новых Встреч Буду Ждать Своего Распиздя Не знаю Приедет Не приедет Девочки Ну Я Прям Если Он Не приедет Я Прям Порву Вот Прям Порву Вот Честно Это Не Дело Чтобы Мои Собаки Там Ходили Да И Пеленок Не Было Чтобы Прям Это Писались На Еще Купила Мешочек Какого Нибудь Другого Корма Пока Препараты Надо Обязательно Мне Вот Сейчас Не знаю Насколько Ты Девочки Расскажу Вам Куплю Но Там Не Из Дешевых Это Все Вот Расскажу Покажу Потом А потом Опять Надо Корм Вот Самое Главное Мне Купить Корм Чтобы Был Запас Еще Упаков Пеленок Если Хороший Я Еще Это Куплю Если Не Хороший Значит Я Буду Покупать Те Которую Беру На Зоне Хотела Купить Многоразовую Пеленку Понимаете Стирать Надо Сколько Там 800 Тысяч С чем Стоит Эта Пеленка Там 25 Или 50 Стирка Я Не Помню А потом Подумала Оно Мне Надо Ага Ну Стирать Я Буду Ну Куплю Я Две Пеленки На Полторы Тысячи Да Стирать Воду Расходую Электричество Расходую Потом Эту Вонь Крутишь В машине Да Оно Мне Надо Мне Своих Тряпок Вот Этих Половых Хватает В стирке Лишний Раз Машина Опять Портиется Машина Там Подшипники Надо Менять Никак Видите Тоже Руки Не Доходят Денег Нет Туда Сюда Короче Говоря Мастеров Нет Короче Вот Такая Система Сколько Ремонт Встанет Купишь Эти Подшипники Где Эти Подшипники Найти Вообще Короче Вот Присмотрела Холодильник Девочки Прям Хотела Вам Рассказать Девочки Я его Закинула В корзину Короче Недорогой Этот Как Ну Который Сам Размораживающий Категория А2 Плюса Девочки 30 тысяч Но Камера Внизу Камера Внизу Ну Ладно Он Не покрывается Иним Бордового Цвета Красавец Девочки Посмотрела На других Сайтах Да Блядь 57 тысяч 57 тысяч Все Блядь Прошло Два Часа Закончился Закончились Холодильники Все Закинула Ну Думаю Блядь Я кровь Из носа Раскалю За месяц Накоплю И куплю Короче Этот Холодильник Купила Купила Блядь Вся Расстроилась Вот Вся Расстроилась Девчонки Вот Честно Прям Бордовый Цвет Мой Любимый Как Мой Потолу Как Мои Мои Ногти Как Моя Куртка Прям Ну Красавица Еще С этими На дверце Этот Как Его Вот Этот Указатель Температура И Фирма По-моему Такая же Как У меня Вот Эта Двухудверная А Мой Холодильник Уж Тоже Где Твою В продаже Да Не Была Смотрела Я Короче Такая История Прям Может Быть Не Знаю Я Ему Говорю Адрес Он Не Слышит Меня Не Слышит Ватсап Не Работает Пришлось Смс Отправлять Влага У меня Смс И Там Пакет Входим Не Слышит Блять Че Надо Сука Он Слышит Блять Не Надо Он Не Слышит Че Надо Не Слышит Ну Короче Такой Козел Ну Короче Я Не Знаю Ну Короче Надо Его Куда То Сдавать Блять Или В Аренду Или На Постоянной Основе Но Надо Что То Делать С Этим Вот Так Делать Как С Этим Бороться Блять Ну Детей Я Своих Люблю Очень Своих Хвостиков Никому Не Отдам Честно Скажу Прям Вот Ради Них Живу Вот Я Я Знаю Что Я Не Эгоистка Я Вообще Не Эгоистка Я Всегда Живу Ради Кого То Да Всю Жизнь У меня Такая Натура Такая Понимаете Я Не Могу Жить Только Ради Себя Я Должна Жить Еще Ради Кого То Моих Усики Это Прям Знаете Моя Жизнь Вот Прям Мое Детище Прям Знаете Вот Люблю Обожаю Я Их Прям Душой И Все И Кричу Не ругаюсь Жить Я Без Них Не Могу И Душа Болит Надо Стричь Буську Приехать И Этим Надо Волосы Подровнять Машинку Надо Еще Для Стрежки Купить Короче Вот Такая История Ладно Живо Будем Не Помрем Все Будет У нас Хорошо Все Девочки Спасибо Вам Все Что Вы Выслушали Блядь Я Наверное Не Остановлюсь Такая Болтуня Базарная Баба Такая Сидит Перед Вами Зубы Главное Белые Два Часа Говорит Мне Есть Не Пить А я Поела Перед Поехать Все Пока До Новых Встреч